Здравствуйте! В ближайшие 40 минут о важном, что произошло в уходящие 7 дней. Это Вести Хакасия, события недели. С вами Марина Конодакова. Каким быть бюджету 2016 обсудили депутаты и чиновники. Главное, социальные обязательства выдерживаются. Работать и зарабатывать. Владелец лесопилки Андрей Войтенко первым защитил свой проект в рамках развития монопрофильных территорий. Хоть Хакасия и далеко, но местные чекисты отрабатывают навыки борьбы с терроризмом. Масштабные учения ФСБ прошли в берег Чульской тайге. Проймились по-новому. Как Единая Россия определяется с тактикой перед выборами в Госдуму, расскажет руководитель исполкома Игорь Мамонтов. Отлично спелись. Главный военный дирижер России Валерий Халилов и симфонический оркестр Хакасии дали концерты в городах и селах республики. Следующий год ставит задачи повышенной трудности перед властями Хакасии в распределении бюджетных денег. Необходимо выполнять социальные обязательства, в том числе и майские указы президента, и поддержать собственные программы. Как правительство планирует расходы казны? Какие статьи бюджета урежут, а какие не тронут? Узнал Константин Кравцов. Проект бюджета Минфин представил общественникам, депутатам, главам поселений. В следующем году доходы казны составят чуть более 24 миллиардов рублей, а расходы – 25,5. В большинстве своем бюджет Хакасии, как и прежде, социально ориентирован. Расходы на оплату труда из них составляют 37%, то есть третья часть бюджета больше, чем третья часть – это расходы на заработную плату. На исполнение публично-нормативных обязательств запланировано без малого 2 миллиарда рублей. При этом хочу отметить, что бюджет на 2016-2018 год сформирован в программном формате. Мы полностью перешли на программный бюджет – 98% расходов в рамках государственных программ. Несмотря на то, что условия принятия документа непростые, причем в смысле финансовом, определенные статьи показывают рост. Программа «Малые села» получает 61 миллион рублей, что на 10 больше. Расходы на дороги выросли почти на 200 миллионов, сельское хозяйство получает почти 900 миллионов, предпринимательство не осталось в стороне, однако. Вместе с этим районы настаивают на увеличении республиканской помощи. Например, глава курортного поселка Жемчужный заявляет о необходимости расширить программу «Чистая вода» на 18 миллионов. У нас только с сентября по октябрь в Жемчужном было 6 порывов. Чугунная труба, которая ложилась в 65-м году, и очистные, которые остались в 65-м году, им ровно сегодня по 50 лет. Сегодня 6 аварий, которые 4 из них зарегистрированы в МЧС Республики Хакасия у дежурного диспетчера. Поселок был почти по 3 дня без воды. Безрадостные доклады у главы Абазы. Если рудник встанет, по сути, город лишится ощутимых налоговых отчислений. Проект бюджета 2016 года мы были вынуждены сформировать на 6,5 месяцев. Однако, если учесть кредитовскую должность 2015 года, то поступлений хватит от силы на 3 месяца. В целом же на поддержку муниципальных образований в бюджете Хакасии заложено 7,5 миллионов рублей. Вместе с этим Владимир Штыгашев подчеркнул, что свой потенциал Хакасия использует не в полной мере, и те, недостающие 2-3 миллиарда рублей, вполне можно самостоятельно заработать. Как позитивный пример – Таштыбский район. Точки роста есть у каждой территории. Так что, что касается земельных ресурсов, сегодня тоже правильно было подмечено и Владимиром Николаевичем Штыгашевым, мы за последние три года системно в этом плане работали и увеличили именно количество регистрируемых домовладений на 38%. То есть в 1948 году в 2012 году мы вышли на 80%. В недрах Хакасии, еще раз напоминаю, разведана вся таблица Менделеева, вся, включая редкоземельные. У нас есть все. По углю, по добыче угля, Хакасия сегодня вышла на четвертое место в Российской Федерации. Значит, вы только подумайте, значит, и мы даже об этом нигде не говорим. Тихо, все кто-то копает, вывозит, туда-сюда. Мы только от угля не получаем, тоже по скромным подсчетам, миллиард, бюджет. Между тем, именно оптимизация работы всех уровней власти, а прежде всего муниципальной, по совершенствованию налогооблагаемой базы, стала одним из основных пунктов рекомендации, выработанных по итогам публичных слушаний. Как представителям публичной власти, так и представителям бизнеса, представителям любой отрасли. Например, сегодня выступали коллеги из профсоюзов системы образования там и так далее. Выступать, где, ну, скажем так, не глядя ни начинай ни звания, не стесняясь каких-то там иерархических построениях, доводить остроту проблемы и публичить ее широко. Парламентарии приняли решение проработать еще раз рекомендации перед сессией. Стоит учитывать, что Госдумой не рассмотрен закон на федеральном бюджете и от которого зависит местный. Так что более четкая картина прояснится в начале декабря. Еще одна актуальная тема – здравоохранение. Накануне в Шира состоялось совещание с участием рабочей группы парламента и глав Орджоникидзевского и Ширинского районов. Целью работы является определение правовой основы создания условий по оказанию медпомощи. В результате подготовлена методика, которая включает принятие муниципалитетами целевых программ с указанием в муниципальных правовых актах. Только в двух муниципальных образованиях нашей республики – это городской округ Абакана и муниципальный округ Таштыбского района – приняли ряд нормативных документов, которые дополнительно определяют рамки поддержки врачей на территории данных муниципальных образований. Все иные муниципальные образования на сегодняшний день не приняли ни одного нормативного документа. Одно из таких мер, отметили участники заседания, является обеспечение жильем медицинских работников на селе. Решить эту проблему можно, во-первых, с помощью принятия на республиканском уровне целевой программы по строительству жилья. Кроме того, нужно рассмотреть возможность вложения средств в строительство. А еще можно создать специализированный жилищный фонд для медработников, которые проработали пять и более лет в этом муниципалитете. В этом заинтересованы мы, как орган законодательной власти. В этом заинтересовано правительство в лице Министерства здравоохранения. В этом заинтересованы муниципалитеты. Почему? Потому что именно к ним в первую голову обращаются жители этих муниципальных образований, говоря о их возможности доступности, представлении всего спектра тех услуг, которые оказываться должны, и, безусловно, качество. Стоит отметить, это первое такое заседание. Теперь задача рабочей группы объехать все районы, обобщить проблематику и выйти с рекомендациями к правительству. В условиях общего экономического спада сильнее других страдают муниципалитеты и, в частности, те, кто зависит от градообразующего предприятия. На этой неделе стало известно, что вслед за Абазой и Вершиной Тёи господдержка нужна и Сорску. Там находится горнообогатительный комбинат и единственный в стране завод по производству феррасплавов. Но так как цены на сырье упали в два раза, предприятие оказалось на грани выживания. Головная компания «Союз Металлресурс» сменила руководителя предприятий. Теперь перед ним стоит задача выдержать антикризисную программу и сохранить конкурентную способность в условиях низких котировок на ферма «Либден». При этом холдинг рассчитывает на поддержку государства. Если Сорск вслед за Тёи и Абазой войдет в первый список монопрофильных территорий, это значительно облегчит существование как горняков, так и местных жителей. Напомню, первый список означает помощь федерального бюджета в снижении себестоимости сырья, а также вливание в местную казну для борьбы с безработицей и развития новых производств. Правительство Хакасии пообещало «Союз Металлресурсу» помощь в этом вопросе. Об этом Виктор Зимин заявил по итогам встречи с гендиректором компании. Минэкономики продолжают работу по созданию зоны опережающего развития в Абазе и вершине Тёи. К концу месяца в республику прибудут представители федерального правительства, которые объяснят нашим специалистам, что дальше делать. Важное условие – это создание новых рабочих мест. И первый проект, на который делают ставку власти – это пилорама Андрея Войтенко в вершине Тёи. Своё дело он открыл пять лет назад. Сейчас у него трудится четыре человека, а в будущем предприниматель собирается увеличить число наёмных работников в десять раз. Пилорама Андрея Войтенко – единственная в вершине Тёи. Дело досталось ему по наследству от напарника пять лет назад. И за это время никаких конкурентов у Андрея не появилось. Хотя рядом богатая лесом тайга. Сосну, лиственницу, берёзу предприниматель закупает у лесозаготовителей и перерабатывает их в брус и доску. Пиломатериал допоставляет на заводы «Русала» и частным клиентам «Лобакан». Работать на открытом воздухе зимой тяжело. За ночь техника замерзает, приходится ждать полудня, пока воздух немного потеплеет. Поэтому Андрей хочет перейти в помещение, которое как раз находится рядом. Это бывший коровник тёйского рудника, который ещё в советское время не был до конца достроен и до сих пор стоит мёртвым грузом. Здание нуждается в ремонте, но предприниматель готов вложить в него средства, если рудник отдаст его. Оно бы нам пригодилось для работы. То есть там можно поставить станки, пилорамы, сушильную небольшую там можно поставить. То есть ветра нет, снега нет, всё закрыто. Можно даже при минус 30-35 работать спокойно. Так сложились звёзды, что планы Андрея совпали с желанием правительства поддержать всех, кто хочет развивать своё дело в вершине Тёи. О пилораме Войтенко как единственном вершине Тёи говорят при каждом удобном случае и консультируют его по всем вопросам. То же Министерство экономики помогло ему выйти на Совет по экономическому развитию со своим бизнес-проектом. Андрей впервые выступал в правительстве, и хотя его амбиции в плане прибыльности не сравнить с замыслами Оршановского разреза и Марганцевого завода, скромный проект привлёк внимание главы Хакассии. Рассмотреть возможность оказания государственной поддержки инвестиционному проекту организации деревообрабатывающего производства. Срок декабрь 2015 года. Если всё получится, то Андрей может получить грант 3 миллиона рублей. Этих средств хватит на ремонт помещения и покупку нового оборудования. Объёмы будут расти, а значит, потребуются дополнительные работники. Один из тех, кто хочет устроиться на пилораму – бывший машинист конвейера дробильной фабрики Арсений Белоусов. Уезжать на север и жить в разлуке с семьёй мужчина не хочет. Куда я в семье денусь? С двумя маленькими детьми поеду или с один? Решил здесь, а пока вот. Есть индивидуальный предприниматель, который обещает взять на работу, трудоустроить, когда начнут принимать. Зачем куда-то ездить? Смысл этого не вижу. Просто. Туда ехать за 300 тысяч, когда можно и здесь работать, так же спокойно, при семье, пусть чуть поменьше. К нам приходили много народу, сотрудников. Мы записали все номера телефонов. То есть по мере поступления денежных средств этого гранта мы планируем приобрести оборудование, и там уже будем набирать себе сотрудников. Вообще инвестиционный проект на пять лет. То есть мы планируем в течение этих пяти лет до 40 человек трудоустроить. То есть в 2016 году мы планируем 12 человек приобрести сюда, как бы на базу работать. Ну и плюс заняться лесозаготовкой. Туда тоже надо будет человек 10 принять. То есть будет две бригады, которые будут работать 15 через 15. Андрей Войтенко – первый вершинитёй, кто довёл свои замыслы до реального проекта с финансированием и перспективой. Как утверждают власти, к ним обращаются и другие, желающие открыть своё дело. Сейчас для этого в посёлке самый подходящий момент. Правительство обеспечит всей необходимой поддержкой, а в будущем весь бизнес вершины Тёи будет освобождён от налогов. Марина Конодакова, Станислав Колченаев, Вести Хакасия, События недели. Ещё несколько рабочих мест планируют открыть сами власти. Минтранс создал в вершине Тёи дорожный участок. Это произошло после того, как по местной разбитой дороге проехал глава Виктор Зимин. Минтранс расторг договор с частным предпринимателем, который плохо обслуживал трассу, и создал отдельный участок. В его распоряжении три единицы техники, что позволяет не ждать машины из-за скиза, а самим приводить дорогу в порядок. Планируется, что в следующем году участок будет расширен, и туда в частности могут устроиться в том числе бывшие работники рудника. Всего на балансе участка более 40 километров дорог. Содержание дорог в направлении Бескамжа, Балакса и Вершина Тёи, Берег Чули, сейчас как бы удовлетворен в состоянии, потому что на самом деле техника есть, как бы мы содержим. Сейчас на данный момент у нас погодные условия позволяют, мы наводим порядок на участках дороги. Люди как бы не жалуются, дорогу видят, дорога на самом деле нормальная. Абаканскую ТЭЦ уличили в перегреве. Обвинение прямым текстом прозвучало на заседании Общероссийского народного фронта, в котором также участвовали представители властей. С началом отопительного сезона абаканцы стали жаловаться на слишком горячие батареи. От невыносимой духоты людям приходится открывать окна. По данным коммунальщиков, температура в системах отопления выросла аж на 20%, из-за чего некоторые ЖЭКи отказываются заключать договоры с ТЭЦ, если не прописана ответственность за перегрев. Ведь платить за него в конечном счете придется горожанам из собственного кармана. Народный фронт считает, что абаканские тепловики, поддавая жару, бесстыдно зарабатывают на абаканцах. Причем история эта началась еще прошлой зимой, когда плата за тепло выросла в 2,5 раза. Жилинспекция потребовала с ТЭЦ вернуть деньги. Вопрос с возвратом денег еще решается, а вот проблему перегрева удалось решить сразу. Уже в четверг ТЭЦ снизила температуру теплоносителя на 10 градусов. Кроме того, энергетики будут использовать для своей работы корректные показания синоптиков. Проблема нехватки льготных лекарств будет решаться на федеральном уровне. Об этом в интервью нашей программе рассказала руководитель регионального управления Росздравнадзора Надежда Кузьмина. Также она прокомментировала проведенную в этом году оптимизацию медучреждений. Предлагаю начать нашу беседу с самой больной темы. Это нехватка лекарств для льготников. Скажите, неужели ничего нельзя сделать? Или уже людям стоит смириться с тем, что принять как данность, что лекарств не хватает? На сегодняшний день по региональной льготе заложено 270 миллионов рублей на обеспечение лекарствами. По региональной льготе у нас около 130 миллионов рублей. И на высокозатратные семна зоологии тоже около 70 миллионов рублей заложено. Вот какие деньги заложено на обеспечение. Это, считай, полмиллиарда. И, тем не менее, не хватает. На самом деле не хватает, потому что количество больных растет. То есть они стали жить, они стали доживать. И их количество увеличится. Ну и само количество болезней увеличивается. Поэтому, естественно, увеличивая каждый год средства на обеспечение, их не всегда и всем хватает. Надежда Николаевна, не могу понять, но все-таки что в этой ситуации делать? И все ли у нас делают местные власти для того, чтобы решить проблему? Поднимается вопрос о том, чтобы люди, имеющие право на льготу, не имели права отказываться от ее, так сказать, натурального выражения, а получали за нее деньги. То есть если количество людей будет больше, то, естественно, большему количеству людей эти лекарства будут распределены. А когда человек сегодня выбирает деньги, а переходит на региональную льготу, то есть ему это положено, естественно, всем денег не хватит. На законодательном уровне хотят решить вопрос, каким образом? То есть это федеральный Росздравнадзор также ставит проблему? Министерство здравоохранения и правительство Российской Федерации решает эту проблему, чтобы человек мог получать какую-то либо излипу, да? Или по региональной, или по федеральной, а не две, как сейчас. Какой-то законопроект? Да, потому что этот вопрос поднимает все субъекты Российской Федерации, то есть человек получил деньги и еще получил лекарства. Пусть он выбирает или деньги, или лекарства. С начала года в Хакасе идет оптимизация медучреждений. Вы, как надзирающий орган, не усматриваете в этом нарушение прав больных? На сегодняшний день ни одного ФАПа, да, не сокращено у нас в республике. Перепрофилированы некоторые участковые в больнице во врачебные амбулатории. Но от этого медицинская помощь никуда не исчезла. Она осталась. То есть и перепрофилизация, допустим, отделений из одного в другое, тоже медицинская помощь осталась. Просто она стала более укропненной, допустим, да, не на 20 коек заведующий, а на 60 коек положен. То есть все приводится к нормативам федеральным. Я думаю, что каких-то перекосов в работе Министерства здравоохранения в ходе проверок, вот именно по оптимизации, мы не находим. Нет денег, все равно плати. В такой ситуации оказался ряд учреждений в Бейском районе. Разные контролирующие органы через суд обязали их купить мебель, сделать ремонт или другие вложения. Однако из-за нехватки средств выполнить это органы не могут. А за то, что в местном бюджете денег нет, они обязаны выплатить федеральному бюджету 50 тысяч рублей. О финансовых парадоксах наш следующий материал. Децатор Дничок, один из трех селебея, в этом году оказался в сложной ситуации. В здании чисто и уютно, дети здесь накормлены и ухожены, вниманиями лаской не обделены. Но контролирующим органам этого недостаточно. Они через суд обязали учреждения заменить линолеум, а также купить в некоторые группы новую мебель. Мол, сейчас столы и стулья не соответствуют росту малышей. Кроме того, в пищеблоке требуется заменить часть оборудования. Педагоги рады бы подчиниться требованиям, но на это просто нет денег. Самый для нас глобальный вопрос – это замена линолеума, потому что составлена была света. Опять же, сметчиком нашей администрации – это ровно миллион на все здание детского сада. Пишутся ходатайства на управление образованием, на главу администрации Бейского района. Они в курсе всех наших бед и тревог, поэтому чем могут, тем помогают. Вот сейчас для того мы просим отсрочку, чтобы чуть-чуть попозже, скорее всего, у нас появится возможность устранить все эти нарушения. Похожей ситуацией оказался и Новотроицкий сельсовет. Еще три года назад суд обязал его положить новый асфальт в селе. Но старый глава этого так и не сделал. А у нового, избранного в сентябре, средств в казне не заложено. И сельсовет, и детсад за то, что они не исполняют судебное решение, должны заплатить исполнительский сбор – 50 тысяч рублей. То, что в должниках они оказались не по своей воле, в расчет не берется. Но эту правовую коллизию уже научились обходить. Должник подает в суд на приставов. Данные постановления обжалуются в суде и отменяются. У нас есть такая практика – суд идет навстречу муниципальному образованию. По данным судебных приставов, в прошлом году они возбудили около 1200 дел по исполнительским сборам. Однако, хотя плату удается отменить, сами требования контролирующих органов не снимаются. И деньги на новый линолеум или асфальт местным властям все равно придется найти. Марина Конодакова, Антон Новожилов. Вести Хакасия. События недели. В эфире Вести Хакасия. События недели. И мы продолжаем. События в мире вынуждают Федеральную службу безопасности быть все время на чеку. В среду местные силовики выехали в урочище Нанчуласкиского района, где прошли масштабные учения по борьбе с террористами. Все прошло по плану. Теракт предотвратили, преступников обезвредили. Рассказывает Виктор Буров. Полторы сотни километров от Абакана заснеженная тайга за поселком Берегчуль. Здесь, по легенде, террористы спрятали огнестрельное оружие и взрывчатку. Сегодня боевики пришли их забрать. Об этом узнали спецслужбы. Теперь цель – уничтожить террористов. Бойцы спецназа ведут себя максимально тихо и незаметно. Разговоры только в крайних случаях. Одно не лишнее движение или шорох, и ты можешь быть убит террористами. Более километра в гору по глубокому снегу террористы, хоть и выдают себя за охотников, тоже стараются оставаться незаметными. Через некоторое время силовикам удается напасть на след преступников. Дальше засада, которая может продлиться несколько часов. Нужно сидеть без движения на ледяном снегу. Для того, чтобы не замерзнуть в лесу, у бойцов существует множество секретов. Например, вот такая каталитическая грелка. Она нужна для согрева рук, работает на бензине более 12 часов. Но ее нужно просто положить в перчатку. Приближаться к преступной группировке опасно, но и упустить террористов еще опаснее. По сигналу раздаются выстрелы. Преступники обезврежены. Операция прошла успешно. Это уже второй день учений. Перед этим бойцам всю ночь пришлось оборонять от террористов лагерь. Спать приходилось на деревянном настиле в теплой одежде и спальниках. Маленькая буржуйка фактически бесполезна. Но это тоже часть учений – отработка выживания в экстремальных условиях. В антитеррористических учениях приняли участие практически все силовые ведомства с нескольких районов республики. Более сотни бойцов добирались на место на спецтехнике. Это легендарный Урал. Он используется для перевозки личного состава в труднопроходимые места. Одновременно у машины может крутиться три колеса, что позволяет ей с легкостью передвигаться по болоту и глубокому снегу. Таких машин в Хакасии единицы. Штаб дал высокую оценку проведенным учениям. Такие тренировки в экстремальных условиях проводят периодически. В этот раз бойцы всех силовых ведомств вновь показали слаженность в действиях. Виктор Бура, Станислав Клочинаев, Вести Хакасия, События недели. Партия власти в поисках достойных кандидатов на предстоящих в следующем году выборах в Госдуму. По итогам прошедшего в Москве съезда единороссы решили изменить процедуру внутрипартийных выборов в праймерис. Что это означает и кому открыта дорога к мандатам? Моя коллега Наталья Чудина спросила руководителя исполкома регионального отделения «Единой России» Игоря Мамонтова. На съезде партии, который пройдет в начале 2016 года, будет определена процедура праймерис. Но уже сейчас известны ее основные принципы. Расскажите о них. 5-6 февраля пройдет первый этап съезда, на котором будет утверждено положение о пройдении предварительного голосования. А потом впоследствии будет утвержден также еще и регламент, где будет прописано пошагово все, и никакого люфта уже ни у кого не будет. Поэтому на сегодняшний день проект положения разработан, и идет массовое обсуждение, в том числе и на площадке, на которой мы были на форуме. И до 25 декабря установлен крайний срок, на котором должны все предложения быть высказаны. У нас в нашем региональном отделении буквально завтра, 19 числа, будет проведено совещание семинаров с руководителями местных исполкомов партии, расширенные, которые мы также будем вызвать положение, наши все предложения, которые у нас в региональном исполкоме уже достаточно много, они оформлены. Мы послушаем также наших коллег с местных отделений, оформим их и отошлем в Москву для того, чтобы был сформирован уже положение, для того, чтобы его утвердить. Потому что ранее проводились так называемые правила, с предъявителем антепатийного голосования, раньше же называлась, она проводилась по четырем моделям. То есть можно было выбирать, согласовывая, конечно, с центральной исполкомом, с генситом, но можно было выбирать. Сейчас от этого решили уйти. То есть выверили, нашли одну модель, которая является наиболее полной, наиболее правильной, с нашей точки зрения, в которой могут поучаствовать все, в котором наиболее полно мы найдем отражение всех желающих, и желающих и в части тех, кто хотел бы поучаствовать в качестве кандидата, и всех желающих, кто хотел бы высказать свое отношение к этим кандидатам. Поэтому эта модель, она охватывает наиболее полно все слои населения. Расскажите вот вообще вот эту процедуру, как она? Кандидатом может прийти и зарегистрироваться в организационный комитет любой гражданин Хакасии, который проживает на ее территории, который соответствует требованиям кандидата в депутат Государственной Думы, то есть судимость, возраст. И если он не является членом другой партии, то он может пойти либо как член партии, либо с самовыдвижением, либо от любой общественной организации, которая его поддерживает в этом отношении. И после регистрации дальше у нас будет комитет сбора документов, на котором самое важное, к чему мы пришли, это то, что мы не регистрируем как кандидатов судимых. Хоть по закону это и возможно, просто необходимо показать, что она у тебя есть судимость. Мы решили эти риски, этих людей не регистрировать, не брать. Если он желает, если он хочет, по закону он имеет право, но в нашем положении есть такой момент. То есть вкратце человек с улицы, условно говоря, с улицы, какие-то у него системы этих пунктов, он всем им отвечает этим пунктам, и он может стать кандидатом от партии уже. Да, он будет кандидатом на предварительное партийное голосование, в котором тоже есть определенные условия. То есть у нас будет задействовано по положению не менее 20% избирательных участков, которые есть у нас в республике. То есть у нас на сегодня их 387, то есть получается, что более 70 участков мы должны будем провести, открыть в единый день предварительного голосования, это будет 22 мая. А до этого времени у нас будет агитационный период, и обязательное условие это участие в дебатах. То есть это должны быть люди, которые способны правильно выразить свою мысль, донести ее, доказать. И поэтому участие в дебатах является обязательным. Весь человек пришел, зарегистрировался, и он соответствует всем требованиям, но он не участвовал в дебатах, значит такой кандидат будет сниматься. Очень важный момент, мы считаем. Чего вы ждете вот от этого, от новых правил, каких-то новых людей, новых идей, может? Наша политическая повестка, она всем известна. Наши основные лидеры общественного мнения, они тоже у всех на виду. Поэтому каких-то либо неожиданностей, я думаю, у нас не будет. Хотя все может быть, мы видим, отслеживаем, кто появляет активность, кто появляется, высвечивается в информационном поле, в медиапространстве. Но тем не менее, все-таки, я думаю, что нам сейчас важно показать свою открытость и показать наших очевидных лидеров, что они на самом деле являются лидерами, которые пользуются поддержкой всего населения. В Хакасе выступил главный военный дирижер России Валерий Халилов. Его концерты прошли в Аскизе, Абазее и Саиногорске, а заключительный концерт прошел в Абакане. Причем дирижер управлял не своим военным оркестром, а нашими музыкантами. Подробнее о Творческом союзе расскажет Олеся Калиниченко. За четыре гастрольных дня, четыре концерта, дирижер Валерий Халилов и Хакасский симфонический оркестр посетили самые крупные населенные пункты республики. Концертную программу построили на классике, российской и советской, плюс проверенные временем песни. Мы принимали потрясающе. Мы переживали за Аскиз, поскольку первая часть программы, она все-таки классическая такая. И все-таки сельский район как. Ну, знаете, потрясающий был прием. Все время браво в сале, все время вставание, аплодисменты, овации. Это замечательно. Абаканский зритель из разряда подготовленных. Живую классическую музыку на сцене Хакасской филармонии играют регулярно. Но когда за пультом стоит главный военный дирижер России, родной симфонический оркестр начинает звучать совершенно по-новому. Хорошо, когда идет плановая работа с дирижером. Но когда приезжают другие дирижеры, это обогащает оркестр. Потому что каждый дирижер вносит какую-то свою лепту, понимаете. Это очень многогранное творчество. И это обогащает оркестр очень сильно. Что касается самих музыкантов, то для них общение с Валерием Халиловым – бесценный опыт. Говорят, с таким дирижером невозможно не сыграть вместе. Настолько все тонко, настолько понятно. Как истинный дирижер, он свою точку зрения, свое понимание музыки и солистам предлагает именно такое чувствование, понимание. И оркестру мы с большим интересом и любопытством принимаем. Мы стараемся все его пожелания выполнить и получаем от этого огромное удовольствие. Валерий Халилов – дирижер мирового уровня. Но работа с небольшими симфоническими оркестрами России – для него неотъемлемая часть творческой жизни. Это для меня лакмусовая бумажка. Как я сам себя экзаменую, как я встречаюсь с другими людьми, которые не подчиняются, скажем так, по военным языкам. Как они тебя встречают? Для меня всегда это такая загадка, но, как правило, результат меня всегда удовлетворяет, потому что я расстаюсь всегда с друзьями. Во втором отделении концерта звучала патриотическая музыка. А говорить о патриотизме всегда сложно. Есть риск перейти на пафос и не быть услышанным. Но когда о любви к родине говорят на языке искусства, все воспринимается по-другому. Музыка попадает в самое сердце. Вы знаете, нам очень было сегодня приятно вот это вспомнить. И вот через весь концерт, особенно во втором отделении, был дух патриотизма, любви к России. Нам необходимо это сегодня слышать и чувствовать. Олеся Калинченко, Антон Новожилов, Новости культуры. В эти минуты в вершине Тёи продолжается лыжный турнир Кубок Хакасии. В нем участвуют представители 46 регионов России. И это одно из самых масштабных событий для республиканского спорта. Наши корреспонденты побывали в Тёи, посмотрели некоторые гонки и поделятся своими впечатлениями в завтрашнем выпуске Вестей. На этом у меня все. Я желаю вам приятного окончания выходных. Всего доброго и до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова